В Абакане оперативники и миграционные службы накрыли очередной подпольный цех. В частном доме выходцы из Средней Азии готовили пирожки и чебуреки, которые потом наверняка расходились по столовым и магазинам города. Пока силовики ищут рынок сбыта, Катерина Ярушина посмотрела оперативное видео и поняла, такие чебуреки могут быть опасны для любителей выпечки. В этом доме по улице Механической то ли живут, то ли лепят чебуреки узбеки и каргызы. На втором этаже жилая зона, на первом целое производство. В холодильнике и на столах, под столом ванни, заготовки и мясной фарш, мука, лук. А рядом спальные места. Когда нагрянули оперативники из миграционной службы, на месте был лишь один только повар-иностранец. Позже потянулись еще несколько выходцев из Средней Азии. Поймать с поличным за лепкой билишей, чебуреков, лавашей оперативникам никого не удалось. Внятно объяснить, мигранты ничего не смогли. На момент проведения проверки у граждан отсутствовала регистрация, подтверждающая право нахождения на данном адресе пребывания. Отсутствовал патент, подтверждающий работу на физлицо. Сейчас оперативникам предстоит выяснить еще, куда организаторы незаконного бизнеса распространяли чебуреки и беляши. Учитывая, в каких объемах заготовки и выпечка, явно не для собственного потребления. Вместе с тем и закрыть чебуречный притон миграционная служба не имеет полномочий. Мигранты отделались пока только штрафами. На другом адресе, тоже на окраине Абакана, оперативников ошарашило другое. В каких условиях мигранты заставляют жить своих детей? В маленькой комнате свалки ютятся четыре человека. Убежал, муж. Убежал? А куда убежал? Деньги забрал? Да. И не появляется? Нет. У нее отсутствовал паспорт, не было никакой регистрации. То есть она поясняла, что более трех месяцев назад она его теряла. У детей отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие правонахождение. Один ребенок уже здесь был рожден. Пояснить толком, когда приехал в Россию, она ничего не смогла. Сейчас с семьей работает отдел по делам несовершеннолетних. Как вариант, семью из Кыргызстана могут вернуть на родину, даже без документов. Катерина Ярушина, Дмитрий Корнилов. Новости 7 телеканал.